Я вас категорически приветствую, Алексей. Здравствуйте. Привет, Дима. И снова здравствуйте. Всем привет. И снова здравствуйте. Снова копия царя Соломона. Копия, копия. Так. Ну, что? Тут разразилась оживленная дискуссия о названии группы Deep Purple, Deep Purple, Deep Purple. Вот. Друзья. Извини, я тебя перебью. Дорогие друзья. В интернетах есть такой ютуб. На ютубе есть множество роликов. Например, вы можете посмотреть ролики с участием Янов, Гилланов, Роджеров, Гловеров, Ричи Блэкморов и всех остальных. И там послушать, как они произносят название. Это, я надеюсь, вас удовлетворит. Я для начала хочу. Дай закончу. В нашем детстве... Повторяю. В нашем детстве группа называлась Deep Purple. Это было одно слово. Deep Purple. Да. Вот она так называлась. В самом глубоком детстве, впервые услышав название Led Zeppelin... Знаешь, как мне назвали его мой одноклассник? Я был совсем еще маленький. И одноклассник мне говорит, пойдем ко мне. В нем есть группа Led Zeppelin. Led Zeppelin. Очень крутая группа Led Zeppelin. Ну, про Юранхип еще это отдельная история. Потом, когда мы стали чуть повзрослее, появились картинки, фотографии, на которых было написано. И я, например, английского не знал. Меня немецкому учили. А в немецком языке буквы надо четко запоминать, как они стоят. Поэтому оно у нас называлось Deep Purple. Deep Purple. Deep Purple. Это было страшно смешно. И, в общем-то, никакого отношения к музыке не имеет. Всем понятно, о чем речь. Как хотим, так и называем. Что касается слова «папл», то его так по-разному все произносят, на самом деле. Знаете, больше скажу. Так по-разному. Упомянутый Led Zeppelin. Там нет второй буквы Е. Он Zeppelin. Да. Если послушаете носителей языка. Ну, это ж вас не парит. Ну, что такое. Никого не пугает. И что касается смысла перевода названия Deep Purple. Хендрикс, кстати, поет... Папл Хейс вообще безгласный. Безгласный. А. О. Там вообще... Папл. Папл. Папл Хейс. Пускай будет Deep Purple, в конце концов. Не углубляйся. Забей. Я согласен. Но, что касается перевода. Как мы переводим название Deep Purple, все-таки хотелось бы мне подискутировать на эту тему. Тоже дискутировать не надо. Дискутировать не надо. Берете пластинку, вынимаете. На ней есть так называемое яблоко. Это наклеечка бумажная. Где написано Purple Records и нарисована буква Пи. Вот какого цвета вот это яблоко, так называемое. Это как раз... Что означает Deep Purple вообще? Цвет. Что означает? Цвет. Это вот переводить как цвет, это примерно то же самое, что переводить название группы The Rolling Stones. Катящиеся камни. Подсмыслы... Можно и так. Подсмыслы от нас могут ускользать. Мы можем узнать. Третьего дня. Так. Слушал песню некой Эми Вайнхаус. Вайнхаус. Да. Песня называется Back to Black. Так. Где какая-то девочка бодро переводит. Песня про то, как Эми Вайнхаус бросил мужик, гад такой, убежал к своей бывшей, подлец. А ее бросил, и она... Вот ты вот ушел, а я Back to Black. Где девочка переводит, что Black это... Нормаль... Нет. Послушай. Это нормальная жизнь. Нормальная. Потому, что в британской бухгалтерии бывает Red. Это типа мы в минус ушли. А бывает Black. Это типа хорошо. Это как обычно. Черная пятница. Это, как ты понимаешь, распродажа. Вот так. Какая... А наша алкоголичка и наркоманка. Она... Что я Back to Black. Что я обратно возвращаюсь в запой и помине. И прочее. Как вы так ухитряетесь. Вот загадка. Песня хорошая. Всем рекомендую. Песня вообще имя Вайнхаутт. Хорошая была. Девушка. Ну, возвращаясь к нашим героям. К Дипепл. Редкий случай хорошей поэзии. Опять-таки скажу. Так-так. Ты про название не договорил. Название, это же как по-нашему. А мне фиолетово. А мне фиолетово. Темно-пурпурный. Темный... Опять-таки, возвращаясь к контексту. То есть, название предложил Ричи Блэкмор. Как известно. И дальше все начинают говорить, что это была любимая песня его бабушки. Дипепл. Давайте обратимся к этой песне. Песню эту пели Нина Темпа и Эприл Стивенс. Я ее слушал внимательно. Эту песню. Песня действительно называется Дипепл. Звучит она... Сыграна она в Си бемоль мажоре. Если кому-то интересно. Так. Вот. И начинается она со следующих слов. То есть, когда наступают багровые сумерки, девушка идет за своим юношей, который отвернулся от нее и спиной стоит к ней. Девушка его обнимает и шепчет ему на ухо. Как я тебя люблю, не уходи. Ах ты жад такой. То есть, багровые сумерки. Кстати говоря, я вспомнил, что много-много лет назад, лет 40, наверное, назад Сева Новгородцев перевел название Дипепл как багровый закат. Что ближе всего к контексту. Специалист по словам. Багровый это по-русски сурово что-то. А там... Это как сиреневый туман скорее. Это как сиреневый туман. Да. В общем, это на самом деле по контексту, по смыслу, по подаче. Потому, что хотел сказать Blackmore этим названием. Это цитата. Кусочек из песни. Да. When the Deep Purple Falls. Когда опускаются эти сумки. Это вот такие темно-фиолетовые сумерки. Такое романтическое время. И дальше можно уже сюда вешать все что угодно. Накручивать. Накручивать фиолетовый бархат средневековых костюмов. И шляпы. С твоего позволения... И все это вместе. И все это вместе. В Deep Purple. Я буду... Немножко так сказать... Пожалуйста. Штрих подвел бы, что искусство всегда обращено к эмоциям. Оно эмоцией в тебе будет. Вот у дедушки Blackmore вот эти сиреневые сумерки. Да. Такое настроение создает вечерело. Красота. Любовь. И всякое такое. Полезно. И при этом искусство принадлежит народу. И поэтому народ как хочет, так и крутит. Потом эти названия превращает их в темно-курпурные. Я там... Или забыл. Я даже и не знал. Песня очень хитовая, кстати. Ее можно послушать. Я напомню. Нина Темпа и Эприл Стивенс. Мужчина и женщина поют на два голоса. В си бемоль мажоре, как я уже говорил. Очень простая гармония. Настоящий хит. Коварный вопрос задам. А вот тебя в музыке с альфеджио... Нигде. Вообще я абсолютный лопух. Я абсолютный лох в этом смысле. Я ничего... Я не знаю музыкальной грамоты. А тебе не мешает? Тебе не мешает? Я открою страшный секрет. Пау Маккартни тоже не знает нотной грамоты. И больше того я скажу еще страшную вещь. Что Ян Андерсон из Джет Роттал не знает нотной грамоты до сих пор. Играя баха и играя симфонические... На одной ноге-то. По прорабой не зная нот. И он в интервью в сравнительно недавнем... Ну, там, условно недавнем... Он говорил, что я вообще не музыкант. Ян Андерсон. Я вообще не музыкант. Я просто... Я исполняю песни. Я сочиняю песни. Исполняю их. И все. Как-нибудь представили. Какой я музыкант? Я нот не знаю. Глумился. Ну, это... Ноты лучше знать вообще. Проще сочинять. Когда знаешь с альфеджио. Когда знаешь законы гармонии. И прочее. Сочинять, конечно, проще. Хотя Леннон и Маккартни умудрялись... Как-то обходились. Гениальные произведения. Абсолютно гениальные. Лучшая музыка двадцатого века, наверное. Действительно. Обходились без этого. Маккартни ораторию писал. Не знаю. Собственно, симфоническое произведение. Он сидел с концертмейстером. Со своим другом. Напевал что-то. А тот... Ага. Си бемоль. Еще раз... Извините. Еще раз как-то... Хорошо. Запишем. Вот. Хорошо. В общем, Дипеоплы распались. Да? У нас. После выхода... 75-й год. Умер Томми Болин. Да. И все. И... И опустилась боль на эту группу. Мы лишились замечательного коллектива. Все мы понесли большую утрату. И что нам оставалось делать? Наблюдать за тем... Бухать. Кто двинулся дальше. Да. Бухать оставалось. Но они принялись выпускать пластинки концертные. Которые, как я говорил раньше, они не любили. Прежде. А зато во второй половине своей карьеры оттянулись по полной. В 1976 году вышел Made of Europe. Тот самый, про который мы говорили недавно. И пошли уже переиздания, издания, издания концертов. А сколько сейчас вышло концертов, уже уму непостижимо. Я их не принес. Просто у меня там половина полки этих концертников. Я в прошлый раз вспомнил замечательный случай из биографии группы Led Zeppelin. Где... Led Zeppelin. Где-то, да. Где-то там в Канаде вроде Питер Грант заметил в толпе человека с микрофоном. Подорвался к нему. Бить рожу. И вроде как набило. Оказалось, что это представитель какой-то общественной организации, которая уровень шума меряет. Ну, то есть, эти бутлиги писали постоянно, непрерывно просто у всех. Ну, я расскажу еще одну смешную историю. Когда существовал еще рок-клуб. И в рок-клубе играла группа Алиса. Новую программу. Константин Кинчев подбежал к пульту с ножницами. И обрезал провода. Ну, определенные провода, с помощью которых можно было вывести на магнитофон запись. Но на следующий день во всех ларьках в связи с печати появились кассеты. Не помогло. Это был секретный провод. Да. Вот. Ну, на самом деле, принес я три пластинки Гленна Фьюза. Который тоже, так сказать, остался неудел после распада группы. Deep Purple. Да. И я очень рекомендую творчество этого парня. И, на самом деле, может быть, и к лучшему, что группа распалась. Потому, что если бы оставались они в таком составе с Гленном Хьюзом, Хьюз бы всех достал и перевернул бы группу верх ногами. Совершенно. Совершенно человек неуемный. Это слышно по его песням. По его музыке. Он и так доставал всех, как там музыканты говорили в интервью. Что он бегал и все время кричал, что давайте играть фанк. Давайте играть современную музыку. Современное звучание. Мы не хотим. У нас свой стиль. Мы играем так. Это все. Хом поросло уже. Давайте двигаться вперед. Он двинулся вперед. У него альбомов, наверное, штук 25. Плодовитый. Очень хороший альбом Phil 2000 года. Красота. Ну, это из пози. Я ранние просто не принес у меня их. Там есть парочка ранних, но... Красавчик. Любимые. Да. Да. Это чистый фанк. Вообще чистый фанк. Причем такой тяжелый гитарный, но абсолютно чистый фанк. И более того, здесь он играет одну песню даже... Забыл, как называется, но очень хорошую. Очень хороший. Чистейший фанк. Не слышал. Я вообще с его, так сказать, индивидуальным творчеством... Return of Crystal Karma. 99-й год. Чистый рок. Парня бросала... Стиви Вандера песню здесь, кстати, хорошую. Последнюю. Чистейший рок. Просто гитарный, озверевший совершенно. И Хьюз орет, как умалишенный совершенно. Я не знаю. Самый, наверное, безумный вокалист из всех рок-певцов это, конечно, Хьюз. Потому, что и Дио, и Ковердейл, и все наши герои тяжелого рока, они все-таки все поют длинными нотами. А этот орет, как резанный просто. Невероятно. Как говорил... В чем очень быстро. Он очень много хочет сказать всего. У него в каждой песне огромный текст. Он хочет быстро... Очень много, очень быстро, очень здорово. Как говорил наш старшина, строевую песню не надо петь. Ее надо орать. Так, чтобы живы на жопе надувались были. Замечу для наших дорогих слушателей, что Crystal Karma... Crystal... Это по-русски хрусталь. А то многие не знают. Еще один двухтысячный год. С песни High Ball Shooter. Известный по Перу Блэкмара. Ну, спел он ее в четыре раза быстрее, чем... Ну, надо же, так сказать, как-то соответствовать себе. Ну, паренек бодрый. Он очень бодрый. Он самый бодрый, наверное, из всей компании. Хорошо, что он не остался в Дипепу. Потому, что... Извел бы группу. Извел бы всех напрочь совершенно. Конечно, неуемный человек. И очень смешно. Видно. Прет его. Его прет все время по жизни просто. Все время. И те, кто ходил на концерты, когда он приезжал в Петербург, наверное, видели, как его прет. Когда он просто не может стоять на месте и не может молчать ни секунды. Проблем с веществами нет? Я думаю, что нет. Потому, что такое количество музыки записывать с веществами невозможно. Это тяжело. Очень смешные два альбома у него с Джулией Тернером. Они музыкально, на мой взгляд, вообще не интересны абсолютно. Но ради обложек их стоит приобретать. Потому, что... Я даже не слышал, что они там на пару... Да. Хьюс и Тернер там выглядят такими двумя напомаженными голубками. Что я изумился даже. Неужели и эти? Неужели? Я смотрю на... То есть... Неужели? Фредди Меркури там все... Они далеко позади. Они далеко где-то. А тут два таких портрета. Думаю... Что происходит? Куда котится мир? Что с ними? Что с этими парнями стало? Нельзя же. Так-то уж. Я все понимаю. Бывают отступления. Исключения из правил. Ну, так-то уж. Зачем просто... И дальше можно, собственно, не слушать. Ну, там рок. Рок. Гитара. Ничего особо интересного. Обложки такие... Разворачиваешь... Ой... Причем там никакого криминала. Там только лица. Но на лицах там все написано. Там не надо больше, кроме лиц, ничего. Немедленно вспоминается... В 79-м году вышел Квиновый концертник. Queen Live Killers. Live Killers. Не знаю, как правильно. Где там на развороте. Море фоток группы на сцене. И Меркури там... Это потом уже была полицейская академия. И клуб... Голубая устрица. Голубая устрица. Это Blue Oyster. Это на гомосексуальном жаргоне обозначает долгостоящую головку, которая там наливается. Лиловая. Я вспомнил группу Blue Oyster. Они все время с этого пытаются откреститься. Бесполезно. И, короче, фотки Меркури, где он там в этой кожаной фуражке там... Мы ничего не поняли. Мы решили, что он похож на Остапа Бендера. Только много лет спустя нам поясни. Вообще, что касается моды... Да, это удивительная вещь. Металисты все так любят одеваться в садо-мазо гомосексуальную одежду. Прямо как будто из бутика. Непонятно, кто у кого попятил. Непонятно, кто у кого. Но я думаю, что оттуда это все пришло. Конечно, из гомосексуальных магазинов. Удивительное дело. И все считают, что это мужской облик. Такой брутальный мужской облик. На самом деле, это не совсем мужской облик. И совсем не брутальный. Так что, ребята, будьте осторожны с кожаной одеждой. Могут неправильно понять. Где-то не в том месте могут посчитать за своего. И с разными последствиями далеко идущими. Короче говоря, занимались своим делом... Так, а что пластинки-то? Две пластинки с Джолианом Тернером. Хорошие, нехорошие. Интересно послушать. А я же рассказал. Те, кто любит такой простой традиционный гитарный рок... Можно. Можно, да. Фотки отвернуть к стене и слушать. Фотки с фотками к стене, да. И слушать. Я там ничего выдающегося такого не услышал. Мне гораздо интереснее вот эти альбомы. Они... Он хочет... Он одновременно хочет сыграть все. Вообще. И тяжелый рок, и фанк, и соул, и джаз. И у него и дудки там. Он все-все-все успеть. Все. Молодец. Бас-гитара-то у него шикарная. Бас-гитара шикарная. В известной песне Берн. То, что в прошлый раз... Он... Он... Он молодец. Он... Пока живу, надо успеть все. И он всю музыку мира пытается сыграть. Это не засыкливается в одном стиле в каком-то. Прямо молотит, молотит. Там 25 пластинок. И от блюза до джаза. Обалдеть. И до роков. Супер человек. А ведь это... Наверное, ужасный момент. Ты знаешь, я где-то совсем недавно в исторической перспективе читал, что в Соединенных Штатах сейчас... Ну, вот как появились на компьютерах Mac... Всякие там эти... Гараж-бенд. И в телефоне, и в планшете этот... Гараж-бенд. Где там в три секунды налепить вообще можно чего хочешь. Так вот, в Соединенных Штатах сейчас выходит в месяц. 10 тысяч альбомов. Их даже послушать физически нельзя. Физически невозможно послушать, блин. А вот... То есть, народ в связи с доступностью бомбит 25 пластинок. Ну, бомбит, да. Но из этих 10 тысяч... В общем, если один будет хороший, это уже... Достижение, да. Ян Андерсон, кстати, говорил... Когда я работал на радио, брал интервью у него. Он говорил, что если бы группа Джет Ротал собралась сейчас, мы бы не были так популярны, как раньше. При этом... Даже если играли бы современную музыку... Он говорит... Потому, что конкуренция такая, что когда мы начинали, у нас было все просто. У нас в Лондоне играло 10 групп. Все понятно. И было здорово. И было понятно, кто из них лучший. Кто не лучший. Ну, тут, кстати, вот мы на территории... Это бывший завод Красный Треугольник. Где делали резиновое изделие номер один. Да. Ты знаешь, что это такое? Галоши, наверное. Нет. Противага. И вечером, когда отсюда выезжаешь, тут количество пацанов и девчонок с гитарными футлярами, барабанами, подмышками, батальонами просто идут. Батальонами. Такое количество увлекающихся, играющих... Ну, в наше время просто физически столько не было. Не было. Конечно, не было. Вот. В общем, все занимались своим делом. Тем более, что опыт уже был. У Лорда уже, в общем, было как минимум три альбома сольных к тому времени записано. К 1974 году. Это Гемини Сюита. Совсем ранняя. И, собственно, Windows, который я приносил. Симфоническая поэма. Такая грандиозная. Роковая. И замечательный альбом. Сарабанда. Где с ним играл гитарист один из любимейших. Один из ста, наверное, моих любимых гитаристов. Энди Саммерс. Который потом прославился в группе Полис. Шикарный совершенно. И собрал все золото мира в этой группе. Вот. Энди Саммерс, он помимо Полис... Он самый старый вообще был из Полис. Он играл еще даже в группе Animals с Эриком Бердом в свое время. Ветеран. Энди Саммерс, да. Из Полис. Который прыгал по сцене. Ветеран. Там и прочее. А после Полис он записал еще два альбома с Робертом Фриппом. Он очень умный. Очень умный. Очень крутой гитарист. Роберт Фрипп с кем попало играть не будет. С кем попало не будет. Но это я к тому, что Джон Лорд работал с Саммерсом. С кем попало не будет. И все они занимались своими делами. Но... Эта история... Те, кто любит Дипеопл, они все это знают. Конечно. Пересказывать бессмысленно. Но удивительно то, что предложение о реанимации Дипеопл исходило от Блэкмора. Который все это всегда разваливал. Всегда все разваливал. Всех ненавидел. Ссорился с Лордом. Постоянно в основном и с Гиллоном. Большей частью уже потом из-за пьянства последнего. Кстати, о пьянстве я говорил, что пьяным нехорошо вообще играть, выступать на сцене. Но Гиллан ничего не играл никогда. Он всегда только пел. Поэтому позволял себе выпивать и веселиться как угодно. В прошлый раз упоминали. Он чудовищно крепок в плане алкоголя. Чудовищно крепок. И как-то на творчестве не сказывалось. Выпивал сильно. Мимо не пел. Пел. Бывало. Почему? Бывало, что и мимо есть. И концертничек у меня принес с собой. Который, где он мимо время от времени поет. С другой стороны зайду. Вот, например, возвращаясь к этому концертному двойничок. Квин был. Где гражданин Меркли везде, где на дисках он берет в вверх. То везде на концерте он берет вниз. Невозможно слушать. А в богемской рапсодии там вообще все выключают. Включают запись эти. Галилео Фигаро. Я так обалдел. Это что это такое? Ну, бывает. Потом он же болел. Собственно говоря. Тогда еще не болел. Ну, может быть, у него какие-то были уже начальные семьи. Не болел. Так орать невозможно. Ну, так орать... Нет. Концерты вообще на концертах, да, бывает, что и не вытянуть то, что в студии поешь. В студии пишут люди совершенно отдельно. Это отдельная история. Как Red Hot Chili Peppers записывали свои альбомы. Они записывали музыку. А потом приходил Кидис и три месяца записывал вокал. Хотя, что там у него такого? Ну, там много. Нет. Там как раз много чего такого. На концертах ни разу в жизни... Я много видел концертов Red Hot Chili Peppers. Ни разу в жизни он не спел так, как в студии. То есть, когда его смотришь на концерте, кажется, ну, такой довольно слабый, в общем, певец. На пластинке... Ну, три месяца работы... Старался. Да. Да. Вот. В общем, Blackmore... Как-то Blackmore удалось собрать... А зачем ему это надо было? Как ты думаешь? Он же тоже самодостаточный ему. Слушай, а вот один из зрителей писал в комментариях, что хочется услышать вообще о творчестве. Что вы говорите, говорите. Все какую-то ерунду. О творчестве хочется услышать. Какая же это ерунда. Да. Тут как раз тот самый момент творчества и наступил. Потому, что стало плохо. Всем стало плохо. Все стремились вернуться в семью. В группу, которая была сплоченным коллективом. И которая давала возможность заниматься коллективным творчеством. Что здорово. Потому, что песни же писались как? Песни писались не так, как мы привыкли к нашим отечественным коллективам. Кстати, об этом я хочу сказать. Что если говорить о наших группах, то групп, рок-групп как таковых, их вообще раз-два и обчелся. Потому, что группа это когда люди приходят в студию и начинают придумывать песню вместе. Все вместе. А у нас, как правило, приходят в студию люди. Приходит лидер с готовой песней. Поет ее. Все ее аранжируют. А вы аккомпаниаторы. А вы аккомпаниаторы все. Да. И получается в результате группа, где человек придумал песню. И музыкант ее просто аранжирует и аккомпанирует. А это совершенно другая история. Люди приходят в студию, когда нет вообще ничего. Садятся вместе и начинают подпитывать друг друга энергией. Кто-то играет какой-то кусочек. Барабанщик играет что-то другое. И из этого рождается уже потом совершенно замечательное произведение. Это называется рок-группа. Кстати, есть... Я забыл, как называется. У меня, короче, несколько DVD-шек таких есть. Где, например, там про альбомы. Типа как Пинк Флойд записал Dark Side of the Moon. И вот как The Purple записал Machine Head. Но Пинк Флойд как раз не характерный пример. Потому, что... Я про то, как записывать. И вот, короче, там фильм документальный. И они там по очереди рассказывают. И, типа, говорят все время про то, что Blackmore, например, он вот придумал риф. Это главное. Вот он придумал риф. А вот все остальное, что вокруг наплетено, это вот уже, так сказать, коллективный труд. Да. И в этом кайф. В этом кайф огромный, на самом деле. Конечно, люди поэтому... Потому, что сольники... Сольники... Это да. Лорд написал партитуру. Приходят люди, ее исполняют. Там Хьюз придумал тоже песню, как сольный автор. Так приходят музыканты и ее исполняют. А здесь с огромным удовольствием они записали прекрасную пластинку. Это Perfect Strangers. Гениальная совершенно. Одна из лучших, наверное. Knocking on your back door. Вот это все... Ни одной... Perfect Strangers вообще как один из гимнов группы Дипепл. Отличная. Прекрасный. Любишь, да? Да. Ну, это... Во-первых, это было мега событие. Это было событие. Ура, да. Ура. Это яростнейший поклонник в детстве был. Я даже фамилию хотел поменять на Блэкмара. Женщине объяснялось, что в армии будут кричать... Сержант Блэкмара. Я буду кричать. Я. А жена плакала и говорила, мало мне того, что я Абрамовна, так я еще и Блэкмар буду. Не сложилось. Поэтому, когда случилось такое, вообще восторг души был. Я еще бы дополнил, что касательно группы, кто музыкой не увлекается, а тем более не играет вместе, когда играешь вместе, и один попадает туда, куда надо... Ну, это кайф. Вместе за кайф. Это не секс, конечно. Это на физиологическом уровне кайф. Но местами покруче, я бы сказал. Поэтому играть с теми людьми, с которыми ты привык, это дорогого стоит. Нигде ты такого больше не найдешь. И даже когда человек надоел, и не хочется с ним общаться... А играть... Начинаешь играть вместе. Вдруг раз в долю там все играешь. Сразу кайф такой. Парень. Класс. Отличный был. Отличный. Я с удовольствием слушаю. И все. И пошли гастроли. Пошли кайфы. Пошли деньги, в конце концов, по которым тоже люди соскучились. Да. Потому, что все привыкли жить нормально. А ситуация спустилась к тому, что чуть ли там не дома ему уже приходилось закладывать. После распада. После прекращения деятельности. В этот огромный период. Траты-то идут все время. А прибыли не особенно много. Ну, 9 лет. Не особенно много. И проблемы уже бытовые пошли. Поэтому и творчество хотелось. И деньги нужны были. Просто не то, что их хотелось. Они просто... Просто нужно. Приперло. Да. Приперло. Дома продавать и закладывать не хочется. У всех семьи. Дети. Надо что-то делать. Вот. Вот. И... Вот эти кайфы были. Кайфы. Perfect Strange. Замечательно. Следующий альбом. The House of Blue Light. Который вышел у нас в России. Даже на фирме Melody. Я помню. Тот хороший. Вот. Хороший. Да. И они были в восторге от него. От записи этого альбома. А потом почему-то сказали, что это вообще полный хлам. Полная чушь. А мне нравится. Дико. Дико. Он какой-то такой прото прогрессив опять получился. Если Perfect Strange он чисто роковая пластинка. То здесь просто в какой-то прогрессив, в какие-то сложности уже пошли. Гитарные. Там разбирали с одним приятелем. Он говорит, слушай, это же вообще молдавская музыка какая-то. Блэкмор играет. Совершенно нехарактерные для себя пассажи. Какие-то славянские уже какие-то такие вещи. Темы интересные. Это, кстати, House of Blue Light. Это публичный дом, кстати. Питхинга. Почему публичный? Публичный с красным фонарем. Это публичный дом для высшего офицерского состава. О, как? Да. Не погружался. Хорошая. Не сказать, что сшибает с ног, но просто хорошая. Но наш друг Блэкмор... Не был бы самим собой. Не был бы самим собой, если бы не выгнал после этого... Гилла. Алкоголика. Потому, что Гиллан, вернувшись в группу и почувствовал себя комфортно на месте в родной семье, стал жить на месте в родной семье. Стал выпивать, закусывать, забывать слова. Блэкмор страшно ругался. Кричал, что я могу работать только с вокалистом, который помнит текст. Когда человек не помнит текст, это не вокалист, а вообще намазано, что называется. И все. И с этим парнем я работать не могу. И ругался. Говорил, что, вы представляете, он закусывал водку сухарями. Подлец. Хотя Блэкмор сам был не дурак выпить. Кстати говоря, в комментариях тоже я прочитал, что Блэкмор выходил на сцену на концерты с бутылкой виски, где было карандашком отмечен уровень, чтобы кто-то не выпил. На самом деле это не так. На самом деле он отмечал уровень свой, чтобы не выпить больше, чем нужно. Он знал четко свою дозу, чтобы не выпить случайно больше. Потому, что тогда начинаешь плохо играть. Совсем другой расклад. Тогда начинаешь плохо играть. Он четко держал свою дозу и больше уже все. Вот выпил, все, пошел играть. Одна дорога бодрит, три угнетают. Да. Вот. И, в общем, парень был уволен. Наш любимый певец. И, собственно говоря, я не знаю, правильно или неправильно, но я думаю, что правильно. Потому, что, вероятно, простит меня Александр Яковлевич Розенбаум. Потому, что он сам об этом говорил. Он же бросил пить. Он же крепко выпивал в свое время. Вот. И бросил пить после того, как он говорил... Я однажды вышел на сцену на большой концерт хороший. И понял, что я забыл текст песни вальс бастон. Вот Гиллан-то голова, что на сцене приклеивал. Да. Нет, но забыть песню, которую... Это все равно, что... Визитная карточка. Забыл бы текст песни Satisfaction. И Александр Яковлевич говорит, когда я забыл текст вальс бастон, я понял, что все. Надо завязывать. И завязал, надо сказать, и прекрасно себя чувствует. Так вот, на месте Гиллану надо было, конечно, делать выводы. Потому, что это все-таки работа. Все-таки это коллектив. И все-таки надо как-то... Думать об этой... Либо то, либо сё. Надо делать уже выбор. Но выбрал все. И поэтому следующая пластинка была просто ужасной. Да. Вот это. Ну, тут есть пара хороших песен. Ну... Возможно. Называется Slaves and Masters. То есть, это по-русски рабы и господа. Ну, говорят... Мастер это хозяин по-русски. Да-да-да. Говорят, что они так называли два магнитофона в студии. Один был хозяином, другой рабом. Ну... Как в компьютерах. Но получилось красиво. Слэйвс и мастерс. Да. В отрыве от названия магнитофонов получилось красиво. Ну, по-моему, ужасная. И... Вот песня The Cut Runs Deep. Мне страшно нравится. Такая прям суровая. Хорошая. Ну, все-таки, несмотря на присутствие эстрадного певца Джолин Теннера, музыканты остались те же. Поэтому играют, в общем... Играют круто. Играют так же круто, да, как и раньше. Но, как я уже говорил, что вы можете наиграть все, что угодно. Придет в студию вокалист и за пять минут все это уничтожит. Чем Тернер и занимался. Чем Тернер и занимался. И больше одного альбома не продержался. Потому, что все сказали... Нет, ну, это, конечно, круто. Поет он очень хорошо. Но совершенно не для нашей группы. И слава богу. Не сложилось. И потом с красавчиком Хьюзом. Зато... Снюхался. Снюхался. Ну, привел-то его Блэкмор. Они дружили. И я думаю, что и дружат. И все у них хорошо. И Блэкмор потом сам сказал, что я Тернера очень люблю. Мы с ним дружим. Он замечательный парень. Но все-таки, наверное, вы правы. Все-таки. В группе Рейнбол он может существовать. А в Дипеопол он, наверное, существовать не может. И вот этот человек с чудовищным характером Блэкмор опять сам инициировал возврат Гиллана. Какой многосторонний все-таки человек Блэкмор. Какой непредсказуемый. Смог задушить свое я. Сначала всех разгонял. Всех лишал репетиционного помещения, как я уже говорил. Натурально кукушонок. Выпихивающий. Да. А потом все возвращает обратно. Нет. Что-то не катит. Давайте назад. На самом деле самодур, конечно. Да. Качу. Не. Пошел вон. Не. Ладно. Возвращай сюда. Как женщина в известные периоды. Так не должен себя мужик вести в целом. Вероятно, да. Но творческая душа. Что ж тут скажешь. Ну и, собственно говоря, в результате появилось вот это... Прекрасное произведение. The Battle Rage Zone. Да. Сила. Да. Полотно хорошее, мощное. Но Блэкмору страшно не понравилось. Он говорил, что здесь очень мало красивых мелодий. Все это неинтересно. Опять появился какой-то нервный самодур. Т.е. Раз и все. И опять ушел. И опять ушел. И что... То пришел, то ушел. Что ты мечешься. Да. Не поймешь. Есть у нас группа, нет у нас группы. Кто у нас вокалист? Терлан у нас вокалист. Или Гиллан у нас вокалист. Или у нас группа. Или нет. Или ты пришел. Или когда ты уйдешь. Теперь непонятно опять. Это был... Что? Ну, вкладочка. Мечта Киргиза. Я бы сразу все украл. При перепродаже. Но это был последний. Который я внимательно... Ну, это был последний практически. И, собственно говоря, это последний дипепл классический. Дипурплового разлива. Того дипурплового разлива. Собственно говоря, последний альбом. И после этого опять гигантская пауза. Непонятно чем заниматься. Все плохо. Ищем гитариста. Надо сказать, что Блэкморта ушел же прямо в туре. В большой мировой тур. Он прямо в туре ушел. И все. И пришел замечательный парень Джо Сатриани. Ну, умеет. Да. Пришел замечательный Джо Сатриани. Который отрепетировал с группой один день всего. Все были в шоке. Потому, что ну, как у нас большие концерты. У нас большой тур. Парень один день всего с нами препетировал. И поехал. Ну, кстати говоря... Один мой... Не буду называть фамилию. Один мой... Всем известный отечественный лидер знаменитой рок-группы. Которую знают все. И большинство зрителей наверняка ее любят. Группа, играющая тяжелый рок. Много-много десятков лет уже. И они решили поменять гитариста. Тоже в процессе практически тура. Новый гитарист. Тоже мой хороший знакомый. С радостью вписался. Но в гостинице пришел к... Не буду называть имя и фамилию. Пришел к лидеру. И говорит. Слушай, я же половину песен не знаю. У нас завтра уже концерт здесь. А они где-то в гостинице, где-то в Сибири находятся. На что... Главное ему говорит. Ты не парься. У нас танец главная. Не парься. Ну, Джо Сатриани, как выяснилось, потом дома все отрепетировал. И ему достаточно было одного дня, чтобы слиться с группой. Всем дико все понравилось. Играл он замечательно. Все было круто. Но у него свои контракты, свои альбомы, свой менеджмент, своя жизнь. И поэтому постоянным членом группы он не стал все равно. Выручил. Выручил, да. На данном историческом отрезке. Выручал довольно долго, собственно говоря. Потому, что ни один, ни два, ни десять было концертов. А достаточно много. И выручал. И все было здорово. Но это все равно не постоянный гитарист. И это не семья. А Дипепл... Они настолько хорошие парни все. И настолько уже превратились в единое целое. Что нужен был постоянный гитарист. И как гласит легенда. Я не знаю, так ли это было на самом деле. Они на бумажке написали каждый имя, фамилию гитариста, которого они хотели бы видеть в группе. Потом посмотрели бумажки. И оказалось, что один и тот же персонаж. Надо же. У них был. Да. Это был Стив Морс. Американский музыкант. Удивительный совершенно музыкант. Потрясающий. Который играл одновременно. И играет до сих пор одновременно в двух группах. Дикси Дрэкс и Стив Морс Бэнд. Параллельно с Дипепл. Выпустил кучу пластинок. И как Стив Морс Бэнд. И как Дикси Дрэкс. Учился он в университете в Майами. В музыке. Он сначала изучал испанскую гитару. Потом пошел уже учиться классической гитаре в университет. Где познакомился с Пэтом Мэттини. С Пэтом Мэттини играл вместе очень много. Они подружились. Репетировали вместе. И записывали свои джемы. И Стив Морс говорит, что где-то валяются пленки. Где он играется по этому Мэттини дуэт. И вот бы их найти и издать. Я бы с удовольствием послушал. Потому, что Мэттини это гитарный бог вообще. Это реальный гитарный бог. Это просто за небесами где-то уже находится. И со Стивом Морсом было, конечно, очень интересно было послушать. Но поехали в Америку. Пригласили. Это концерт отдельный. Поехали в Америку. Пригласили Морса. Морс с удовольствием согласился. Влился в группу. И пошла совершенно другая история. Абсолютно другая история. И случилось то... На мой взгляд, опять-таки, я не претендую на истину в последней инстанции. Случилось то, чего хотел Глен Хьюз всегда. Не в плане фанка, а в плане современного звучания. Потому, что вот эти пластинки Морсовские... Начиная с перпендикуляра... Вот, кстати... Стив Морсбенд один у меня тут есть. Такой красавчик. Красавчик, да. Чисто американская, высокотехничная, высокотехнологичная, прогрессивная гитарная музыка. Кстати, Blackmore очень удобрял выбор своих бывших коллег. Я на концерт ходил. На Стива Морса. Он местами там получше Blackmore играет. Ну, тут трудно говорить получше, не получше. Он играет по-другому просто. Что значит получше? Blackmore прекрасный гитарист. Он просто играет свою музыку, Морс играет свое. Нельзя сравнивать, кто лучше, кто хуже. Они оба, в общем, прекрасные музыканты. Blackmore очень одобрил. Потому, что сказал, что с таким звуком я вообще не слышал. Чтобы люди играли... Все начиная от кантри, заканчивая хэви металл. То есть... Талант. Потрясающий звук у него, конечно. Такого больше нет. Вообще неповторимый человек. И Blackmore, кстати, сказал по этому поводу, что тебе кажется, что ты крутой, что ты все умеешь, что ты на вершине, но всегда найдется парень, послушав которого ты поймешь, что не все так просто. Посадит тебя на задницу. Не все так просто. Так вот. Я возвращаюсь к тому, что... Чего хотел Глен Хьюз. Совершенно другое звучание. Совершенно другое звучание. Я замечу, с вашего позволения. Во-первых, тут даже непривычный логотип. Привычный швейк. Еще по-другому. Наут. И что теперь по-русски? Совершенно другое звучание. Звучание абсолютно современное. Местами звучание такое... То есть, это абсолютно звук 90-х, 2000-х гитарный. Это можно вместе играть там с группами Stone Temple Pilots и с другими звездами. Гранжа. Совершенно. Сперл джем, например. Сухой гитарный звук. Такой аккордовый. И снова... Боб Эзрин. Боб Эзрин. Да. Я уже говорил, что пришел Боб Эзрин. Но он не сразу появился. Потому, что там... Без него записан альбом. Я же не говорил про перпендикуляр. Бананас и абандон. Тяжеленный. Крутейший. Ну, Эзрин последние три альбома являлся соавтором уже этой всей истории. А как произносится инфинит? Инфинит. Инфинит. Не инфинити. Нет. Вот. Он вышел вообще сорокапяткой. Вот эта пластинка. Она вышла на 45 оборотов. Записано. Я не видел, что в серединке. Слушай, я его купил. Я, правда... Сидюки-девюки. Он у меня так не распечатан и лежит. Вот. Он на 45 оборотов. Что улучшает качество звучания? То есть, чем быстрее скорость вращения, тем чище звук. Вот эта сорокапяточка... Час длится. Чуть-чуть меньше. Поэтому он двойником вышел. Собственно говоря, он мог быть и одинарным. Но в силу того, что он на 45 оборотов, он такой вот длинный. Бонус DVD. Бонус DVD. Да. И Roadhouse Blues. Они здесь играют песню Doors в конце. Заканчивают альбом песни Doors. Не самая лучшая, кстати, версия Doors здесь. При всей моей любви к Deep Purple. Ну, это, как вы поняли, про бесконечность. From here to infinite. Это From here to eternity. Отсюда и в вечность. Да. Бесконечность. Ловко обыгран. Да. Звук совершенно потрясающий. Потому, что они одновременно сохранили и ярость Deep Purple. Вот этого рокового, хард-рокового. И совершенно современное звучание привнесли в него. Вот, как я уже говорил, сухое аккордовое такое гитарное звучание. Прямо вот такой гранж. Гранж не гранж. Они бы обиделись, наверное, если бы услышали про гранж. Но звук очень тембрально очень приближен к этому. Ну, при этом эти скоростные безумные пассажи Морса, конечно, он помрачительный. Просто он помрачительный. Вот. А эта пластиночка... Это тоже с Морсом. Это концерт в Польше. И пластинка польская тоже. Издавалась только в Польше. Так же, как и Made in Japan они хотели издать только в Японии сначала. И слава богу, что издали его везде. А это выходило только в Польше, где... Гилланд как раз и поет мимо нот. Как раз и поет туда-сюда. Тут лет уже много. Да. И все так немножко в раздраве. Сколько дисков? Два. Два. Вообще концертников вот этого состава позднего... Их совершенно немеряное количество. Их очень много. И среди них есть очень хорошие. Есть концертная запись, которая гораздо лучше студийных. Даже вот с Морсовским... Морсовский вариант состава. Ну, а что же делал наш Кукундель? Наш этот самый злодей. Мрачный и непостижимый король хард-роковой гитары. Король хард-роковой гитары, да. Когда вся эта история в первый раз прекратилась, вышла вот эта вот Ричи Блэкмор с Рейнбоу. Рейнбоу тогда не имела никаких подсмыслов. Это был добрый хороший символ. Ну, слава богу, да. Это был другой мир. Другая Англия. Другая Америка. Другое понимание жизни. Радуга символизировала, конечно... Тут такой замок. Практически Фендер Стратокастер. Ну, похож, да, немножко. Это он и есть. Пластинка очень странная. Потому, что после тяжелого рока, после такого навала, какая-то абсолютно прозрачная... Примитивная. Почти акустическое местание. Какая-то такая музыка легкая. Легкая-легкая. На мой взгляд, как-то вот совсем... Очень странная, да. Удивительная. Я когда учился в школе, я послушал. Ничего себе. Во что превратились. Очень хорошие были. Man on the Silver Mountain. Очень хорошая. Catch the Rainbow. Прекрасная. Temple of the King. Великолепная. Очень хорошие песни. Очень хорошие песни. Очень хорошо все сыграно. Но очень странно и совершенно не похоже на... Абсолютно. На тяжелый рок. Когда он... По-моему, где-то в журнале Ровесник была заметка про Стормбрингер. Последний был тогда. И Блэкмор говорил, что ему бы хотелось в средневековой банде в какой-то там на лютне пощипывать... Ну, вот такая лютня тут и получилась лютня. Но зато он реабилитировал... И это была вообще атомная бомба. Просто атомная. Тогда хеви металла нынешнего норвежского этого жуткого не было. Вот это вот порубило на повал. Ну, надо сказать, что при всем моем скептицизме по отношению к Дио, вот эта пластинка, она, конечно, впечатляет. Как раз под него. Очень впечатляет. Она под него. И он здесь выступил прекрасно. И гитарная игра здесь фантастическая совершенно. Произведение A Light in the Black. Ну, тут все. Нет, тут это как одна... Так долго. Как одна песня. Весь альбом просто замечательный. Да. Замечательная штука. Do you close your eyes when you make a laugh? Я так думаю, что лучше этого ничего Блэкмор больше и не выпустил, собственно говоря. Да. Ну, было другое хорошее, но это... Из ряда вон. Ну, можно сказать, да, было. Очень хороший онстейдж после него. Да. Прекрасный. Прекрасный просто. Но я сразу хочу сказать, что те, кто любит пластинку онстейдж, которую я тоже, кстати, с большим удовольствием слушал всегда. Те, кто любит онстейдж, лучше поищите вот эту вот вещь, которая называется Life in Munich. 1977 год. Это тот же самый тур, та же самая программа. Только это тройник. Только это тройник. И здесь гораздо больше музыки. Гораздо дольше песни. И есть песни, которых нет на онстейдж. Стилаем сет. Здесь 27 минут 32 секунды, например. Оттопырились. Стилаем сет. Это песня группы Ярдберс, если кто не знает. Хороший. Я так любил. Эх. Вещь. Это онстейдж. Только... Это вообще не слышал. Мюнхен. Это тот же самый онстейдж, только в два раза лучше. Лимитед эдишн. 180 грамм. Тот же самый. 1977 год. И те же самые песни. Плюс другие и расширенные версии. И очень круто все. Абсолютная классика. Вот такая стопроцентная, тысячепроцентная классика. Большей классики уже быть не может просто. Про Радугу. Это же там начинается. Это про Элли. Девочку Элли из Канзаса. Которая... Волшебных странах. Волшебных странах. Ну да. И, кстати, вот эту заставку. Рейнбоу. 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 Они протащили на много лет вперед потом еще. Масса концертов уже поздних тоже начиналась с этой... Вот такая фонограмма. Молодец. Батька. Молодец. Ну, а это уже предраспадная тоже, конечно, вещь. Уже такой полураспад. Уже... И Дио уже надоел Блэк Мороу. И они уже ругались друг с другом. И мне кажется, кроме песни Лэнглиф и рок-н-ролл здесь ничего интересного больше нет. Да, здравствуй, рок-н-ролл. По-нашему, да. Я в десятом классе учился. Хотя она абсолютно безупречна, конечно. Сыграна филигранно. Она мне всегда напоминала какую-то такую резьбу по дереву. Ну... Вся весь этот альбом. Гейтсов Бабилон. Ну, да. Хороший. Да. Хороший. Рейнбоуайс. Жалостливая. На концертах это все звучит поинтереснее, чем здесь. Здесь какой-то напряг, какая-то такая уже тяжелая история внутренняя. Ну, есть ощущение какого-то нехорошего отношения друг к другу. Что и было на самом деле. Они уже в серьезном конфликте были с Дио. И такой последний выплеск. Ну, собственно говоря, про Блэкмора я больше ничего сказать. Я бы еще вспомнил замечательный диск. Down to yours. Мне его подарили на день свадьбы. 5 апреля 1980 года. Ну, это в контексте свадьбы, наверное. Да. Он мне так запал, так запал. Там тоже есть пара последних песен просто термоядерных. Прикольный был этот. Бонет. Бонемкаку. Бонет. Грэмбонет, да. Хорошо. Орал. Ну, они как-то... Они пошли в сторону... В ту же сторону, в которую пошла группа Ван Халлен в свое время. Когда они стали писать радиохиты. Вот эти вот. Это кайфово. Это все для зарабатывания денег. Это очень здорово. И там... I surrender. I surrender. Это... На одну полку с песней Jump Ван Халлен прямо встает. Вот абсолютно то же самое. То есть, это такой американский радиохит. Но они сильно попсовые. И этот... Самый попсовый band out of shape. Да. Самый difficult to cue. Тоже такой же. Ну... И такой музыки было полно на самом деле. Оно же выходило... Вот сейчас уже, так сказать, когда назад смотришь... Вот как-то понятно, что это совсем попса. Тогда, когда они только появлялись, они воспринимались как-то не так. Сейчас уже сортируешь. Вот это слушать не хочу. А вот это хочу наоборот. И такой музыки было полно абсолютно. Просто... Я говорю, что и Ван Халлену. Там всякие Bon Jovi. Там и прочее. И прочее. Все одно и то же. Все эти радийные хиты такие форматные. С простыми мелодиями. Доходчивыми. Без гитарных каких-то изысков. Без рока. Не царапает ничего. Да. Как группа Scorpions. Вроде ловко по-немецки. Но что это такое? Я не могу. Слушай. Настолько прилизано. Настолько все вычищено. Все убраны. Все острые места. Все углы. Все сглажены. Это как немецкая порнография. У меня там на форуме яростные обсуждения. Одно время говорили, что отечественная порнография это хорошо. Чем? Чем? Ну, там вот ты же видишь, у них там какие-то вот эти простыни там атласные. Все чистое. Все это самое. Я говорю, она же с прыщавыми жопами. А это все настоящее. А это все по-настоящее. Я неценитель, но сильно смеялся. Ну, вот. Несмотря на всю приглаженность Рейнгу все-таки Blackmore прорывало иногда. Вот эта пластинка Monsters of Rock 80-го года концертная. Это фестиваль какой-то? Да-да-да. Фестивальчик тоже. Это 80-й год. Это как раз попсовый период уже такой. Но здесь Blackmore играет соло... Доннингсом. Да. Совершенно нехарактерным для себя ключе. Это же как раз и тут и есть красавица. Обычно он играет соло очень чисто и очень внятно. Выигрывая все ноты. И строя такие мелодичные очень фразы интересные. А здесь он дал какого-то психоделического рока невероятного. И загрузил соло обработками, эффектами. Жужжанием, воем, фидбеком. И вот так по полстороны у него. Такой хендриксовской психоделии. Я даже и не знал, что такое есть. Видимо, его уже тоже вот эта попсовость немножко достала. И на концертах он стал отрываться уже по-другому. Срочно буду искать. Срочно. У меня, кстати, я когда токарем работал на заводе... Ага. Вот это вот... Прекрасный шрифт готический. Я ее сфотографировал. Не с этой, наверное, с рейдинга. Я ее сфотографировал. Потом зарядил в... Как он этот... Фильмоскоп назывался, где слайды покажут. В диафильмы. Да. На двери я, значит, на бумажечке все это нарисовал. Вырезал букву и себе на станке нарисовал. Это класс. Ох, круто было. Да. Хорошая была мутсус. Я про такой даже не знал, что... Ну, кстати говоря, тоже выходила из концертников. Очень хороший концертник Life in Japan вышел. Двойник такой же. Но вот там Блэкмор играет как раз классические соло свои. Очень длинные на всю сторону. И играет Баха. Там играет Бетховена. Играет свои все эти навороты. Лэйзи там и прочее. И очень... В отличие вот от этого психоделического... Он там прямо блещет. Блистает. Вот. Life in Japan. У меня его нету, к сожалению. Вот. Но вот сейчас... Ну, минимум пять альбомов концертных вышло сейчас. Я ввиду наступающего маразма... Я не помню. Мы с тобой обсудили. Есть такой... Ремашинт называется. Где машинхет переиграли разные люди. И там Лэйзи гражданин Банамаса играет. Положительно к Банамасе относишься. Я положительно к Банамасе отношусь. Банамаса ловкая. Вообще там. Ловкая. Очень. Ловкая собака. Банамаса. Ловкая, да. Положительная, конечно. Да. Он такой пулеметчик. У него по пять альбомов в год выходит. Чезрое время терять. Записывай. Ну, да. Как говорят футбольные фанаты. Есть мяч. Играть. Играть. Да. Ну, хорошо. Подошли мы к психоделическому гитарному звучанию. Я думаю, что тему психоделического рока мы в следующий раз... Ну, а потом дедушка Блэкмор убежал в свою эту... Как он? Блэкмор знает. Ой. Я послушал последний альбом, который только что вышел. Блэкмор знает. И мы с другом моим... А Блэкмор-то чего здесь играет? А там где он что-нибудь играет? Я все понимаю. Типа вот я... Ну, хочется мне вот так. А вы идите нахиг. Вот я хочу вот так. Буду на своей балалайке. Что-то это не вставляет. Вообще не вставляет. Ну, вот он странный человек. Вообще он человек... Я не знаю. Я с ним лично не знаком. Может быть, он прекрасный парень. Я сомневаюсь. Про него многие говорили, что он замечательный вообще человек. Но со странностями. У меня ощущение, что он темноватый такой человек. Я мистическую составляющую. Что он немножко оттуда все-таки. От темных сил. Потому, что когда его много слушаешь. Дня два-три, например, слушать Блэкмора. Возникает вот это ощущение какой-то темной силы. Вот. А рок это музыка мажорная. Рок это музыка бодрая и мажорная. Поэтому он как-то... Ну, в небольших дозах нормально. Музыкант. Как музыкант ловок. Да и опять-таки невозможно от жизни отделить. Что прожито, когда ты все это слушал. С чем это связано. Это же лучшие годы жизни. И вообще. Поэтому и музыка кажется лучше. Лучшие годы жизни все. Каждый год жизни лучший. Есть некоторая разница. Когда уже, так сказать, чуть-чуть за шестьдесят начинаешь понимать, что каждый год лучший. Каждый день. Как в анекдоте. Помнишь про молодого бычка и старого? Сейчас я как сбегу с холма, как вот той вот пятнистой телке влуплю. Не торопись. Медленно спускаемся от холма. Перетрахаем все стадо. А потом уже возьмемся за твою пятнистую. Разное. Ну, что? Ой, прекрасно. К психоделическому року будем двигаться. Душевно. Душевно. Да. А там что у нас осталось еще? А там Repture of the Deep. Мы про него упоминали. И перпендикуляр. Дайте мне перпендикуляр. Да. Тут, как всегда, все названия, они всегда затейливые должны быть. Да. Вот он перпендикуляр, но он перпендикуляр. Паппендикуляр. Да. Чтобы так смешно было. Тоже тут, понимаешь, логотип совсем не такой. Люди признали Стива Морса на этом альбоме. Да. До свидания. The Purple. Новый гитарист. И он, конечно... Всем было страшно. Но он крут. Всем было страшно, как примут. Томми Болина мы не приняли вообще. Да. Публика его вообще не принимала. Не хотели его видеть. Вот. А Морс очаровал всех. Ну... Хорошо играет. Отлично вписался. Вот. К сожалению, помер горячо нами любимый Джун Лорд. Я, кстати, на его концерт ходил, когда он к нам приезжал в Ледовом дворце. Там какая-то пристройка сбоку. Он такой небольшой. Поскольку были знакомые люди, меня немедленно... Я люблю фотографировать. Меня немедленно с фотоаппаратом запустили. Вот. Я его пофоткал. Ловко сфотографировали. Ну... Концерты фотографировать это занятие для дураков, с одной стороны. Потому, что там же правильно выставлены... Ну... Он прекрасный музыкант. Конечно. Да. Он прекрасный, неповторимый совершенно музыкант. Молодцы. Вон сколько наиграли. А если с предыдущими стопками, то вот столько... 238, я говорил. Обалдеть. 238. И это не все. Обалдеть. Молодцы. Натуральный кусок жизни. Так здорово. Прям. Буду сегодня слушать в машине. Я тут скачаю без промедления. Как я так вообще лоханулся. Странно. Все забываешь. Спасибо. Спасибо, Дима. Спасибо. Про что еще расскажи? Пинкфлойд. Пинкфлойд. Как там было у гражданина Кнышева? Всех, кто слушает Пинфлой, гнать поганую метлой. Пинфлой тоже. Пинфлой. Глыба. И у меня как-то раз мне попалась книжка с какими-то... Я забыл, как называется. Книга песен или что-то там такое, где пинкфлойдовые песни. Какой-то странный, очень странный персонаж переводил на русский язык. Ну, я могу себе представить, да. Восторг души. Особенно баротовские хорошо переводить песни ранние. Ну, стихи, на мой взгляд, вообще перевести невозможно. Ну, возможно. Да. Хвататься вот за такое, когда не было интернета... Я тебе, наверное, не рассказывал. Я кино перевожу. Да. Американцы... Кино снимают для многих открытий. Кино снимают для того, чтобы денег заработать. И американцы, когда фильмы для, так сказать, этих иностранных аудиторий для русских, например, присылают специальные, так называемые, аннотированные субтитры. То есть, вот персонаж сказал реплику, и в этой реплике вот под ней вот такой вот абзац объяснений, что имелось в виду. Здесь пошутил. Это вот топоним названия города. Оно должно быть смешным. Вот эта вот фамилия, она смешная. Про деревянную голову. Это в переводе надо отразить. Обратите внимание. Все вместе. Это шутка. И должно быть смешно. Это самая большая беда переводчиков, что они... Так называемых переводчиков, они с чувством юмора проблемы у всех. Они не понимают, что здесь шутят. А поскольку в англоязычных культурах нельзя после шутки дико заржать, а надо с каменной рожиной тебя... А ты точно также должен в ответ пошутить, не улыбаясь. Мы с тобой врубаемся. Что тут смешно. Но... Ну, как у нормальных людей. С юмором, так сказать. До наших не доходит. И поэтому для того, чтобы ты правильно переводил, тебе объясняют, о чем это. Поясняют все. Здесь смешно. Да. Вот телевизор Sony. Sony. Японская корпорация, которая выпускает. Макдональдс упоминается. Фемирная сеть закусочных. Там все разжевано. Песня группы Beatles Yes Today. Вот слова. Там про это. Она здесь для этого. Там разжевано. Я когда первый раз... Я вот это вот увидел. Меня натурально... Ты знаешь, вот как доской по голове. Ты вообще ничего не можешь знать. Ты там не родился. Ты там не рос. Детские книжки не читаешь. Детские песни не знаешь. Мультики не смотрел. Ничего не... Чего ты лезешь вообще? Ну, да. Если тебе не объяснить, то совсем грустно будет. Вот. И только с появлением... Это вот начало, так сказать, было. А вот сейчас появился интернет. И ты можешь напрямую обратиться, так сказать, к носителям языка. Ты-то что там слышишь? Вот расскажи мне. Я помню, беседовал как-то там про фильм с гражданами из Америки. Вот фильм хороший. У нас там отличные деньги собрал. А они хором говорят. Это бомба. Это бомба. Действительно бомба. Отличные деньги собирает. Оказалось, что это прямо противоположное значение имеет. Что это вообще полное говно. Катастрофа. Вот бомба. Как-то не по-нашему получается. Да. Поэтому переводить название групп... Да там не только название. Ну, вот стихи. Вы лезете в стихи. И, короче, у него там пик, конечно, про стену. Я там вообще рыдал просто. Куда ты лезешь? Зачем? Про это тоже поговорим. Да. Конечно. Это мы с тобой кофе попили. Я когда кофе пью, начинаю говорить без остановки. Очень хорошо. Очень хорошо. Могу мешать. Да. Не-не-не. Нормально. Я тоже кофе попил. Pink Floyd. Pink Floyd прекрасен. Pink Floyd. Pink Floyd замечательный, блин. Тоже столько всего связано с ума сойти. Вещь. С нетерпением. Спокедова. Всем привет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok